Добрый день, уважаемые друзья! Наш сегодняшний разговор будет посвящен теме лечения пациентов с мышечной дистрофией Дюшена и Беккера. Термин миодистрофия объединяет более 40 генетических заболеваний. Общими признаками для всех миодистрофий является прогрессирующая слабость мышц и потеря мышечной массы. Одни виды миодистрофии начинают проявляться вскоре после рождения или в детстве, другие манифестируют во взрослом возрасте. Миодистрофия Дюшена и Беккера – самые распространенные типы миодистрофии. Причина их – это генетическая мутация гена дистрофина, в результате чего развивается количественная или качественная недостаточность белка дистрофина. Так, в случае миодистрофии Дюшена синтезируется лишь менее 5% нормального белка дистрофина. Поэтому диагноз ставится еще до достижения пациентам 5-летнего возраста в связи с выраженным замедлением физического развития. В случае миодистрофии Беккера уровень синтеза нормального белка дистрофина составляет приблизительно 20%. Возможен также синтез так называемого измененного дистрофина, который чаще всего встречается при миодистрофии Беккера. Однако измененный дистрофин не способен в полной мере выполнять все функции нормального дистрофина. Что же такое дистрофин и какова его роль? Дистрофин – это белок мембран мышечных клеток. Он привязывает актиновые нити к мембране мышечной клетки и защищает мышечное волокно от повреждения во время сокращения. Уменьшение количества или отсутствие белка дистрофина приводит к механической слабости цитоплазматической мембраны. Во время сокращения мышцы через слабые места происходит избыточное проникновение ионов кальция из внеклеточного пространства внутримышечного волокна, в результате чего происходит активация ферментов и некроз, гибель мышечных волокон, которые впоследствии замещаются в соединительной и жировой ткани. Клиника МСЛ предлагает специальный протокол лечения миодистрофии и в частности о мышечной дистрофии Дюшена и Беккера. Прежде всего протокол лечения включает в себя введение выделенных фетальных миобластов системным и локальным методом. После введения фетальные миобласты выполняют несколько функций. Первое. Дают поколение здоровой мышечной ткани с наличием функционального дистрофина, который быстро приживляется и замещает поврежденные мышцы. Второе. Пополняют пул сателитных клеток, которые также активно участвуют в регенерации мышечных волокон, что является ключевым условием долгосрочного терапевтического эффекта. Учитывая достаточно высокую миграционную способность фетальных миобластов, локальное введение позволяет оказать лечебный эффект на все группы проксимальных отделов мышц верхних и нижних конечностей. Системное введение клеток предшественников мышечных волокон позволяет достигнуть отдаленных групп мышц, в том числе и мышц диафрагмы, что также позволяет улучшить функцию дыхания. В протокол лечения также входит системное введение прогенитурных нейрональных клеток, которые в свою очередь являются источником нескольких типов клеток – это нейроны, астроциты и олигоденроциты, которые способны активировать процессы образования дополнительных синаптических связей. Основная задача их применения – взаимодействие с новыми мышечными волокнами и формирование нервно-мышечных соединений с функциональными ацетилхолиновыми рецепторами. Важным аспектом лечения является введение прогенитурных эндотелиальных клеток. Эти клетки способны дифференцироваться в зрелые эндотелиальные клетки, что способствует образованию сосудистых сетей ДНОВА, восстановлению кровопрощения в новых нервных и мышечных структурах. Прогенитурные кардиомиоциты – это клетки, которые способны дифференцироваться в функционально активные кардиомиоциты и интегрироваться в миокард-рецепиент. Со временем улучшается сила сердечных сокращений, что замедляет развитие сердечной недостаточности. Таким образом, лечение фитальными стволовыми клетками у пациентов с мышечными астрофиями приводит к формированию поколения полноценной мышечной ткани, способной замещать поврежденную скелетно-мышечную, в том числе и дыхательную, и сердечную ткань. Лечение фитальными стволовыми клетками позволяет изменить качество жизни пациента, увеличить период способности к самостоятельному передвижению, улучшить функцию дыхания и насосную функцию сердечной мышцы. Спасибо за внимание. Я жду ваши вопросы и с радостью на них отвечу.